Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонез, и это потерянный выпуск HypeCamp. Точнее, это просто вырезанная сцена. Этот вырезанный момент мне прислал человек, который делает монтаж HypeCamp. После увиденного я был в шоке. Я просто вам об этом расскажу. Это было ужасно. Было окончание шоу. Всех участников прослушали. Судьи уже собирались уходить, но вдруг к ним вышел ещё один участник. Его не было в списках, и судьи не могли понять, кто это. Когда оно вышло, оно просто стояло и смотрело на судя, ничего не сказав. Это было ужасно. Глаза этого были белые и налиты кровью. Само оно было тёмного оттенка. Я никогда не видел таких людей, но скорее всего это было чудовище. Янго сказал, ничего себе грим. Но на самом деле это был не грим. Этот человек просто стоял и смотрел. Комком задавал разные вопросы, но оно просто стояло и смотрело на судей. Катя Клэп начала понимать, что что-то здесь не так. Оно начало менять облики. Оно переменяло облики всех участников. Это было жутко ужасно. Комков не выдержал и ушёл. Он просто испугался и убежал, покинуя всех остальных ютуберов. После оно под видом девочки взялось за микрофон и сказала очень страшную фразу. Вы заплатите за то, что сидите на могилах. Он сказал это с жутким и страшным голосом. Как будто звук был из самой преисподней. Меня это пугало. Оно снова поменяло облик на другую девушку и начал рвать на себе волосы. После оно взяло и поджигло их и произнесло страшные заклинания. На это было страшно смотреть. К нему выбежала охрана. Но оно только посмотрев на них, откинуло их назад. Жуть, подумал я. Марьяна начала кричать и плакать. Это был конец записи. Дальше ничего не было. Это было странно и страшно одновременно. После просмотра у меня началось головокружение. Боль в животе и тошнота. Как будто он мне делал это заклинание, а не им. На это всё. Чтобы Сергеонис поставил лайк тебе, это всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал. Я бы очень хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также расскажу об этом видео друзьям. Они будут в шоке. И помни, это всего лишь моё воображение.